Мы будем еще раз сегодня мысленно в нашем сердце благодарить Господа за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам еще одну возможность прийти на это место, чтобы вместе помолиться, послушать Слово Господне, чтобы впоследствии использовать его нам во благо, чтобы жить так, чтобы имя Господне было прославлено. А если вспомнить, о чем сегодня говорил брат Слава, он немножко затронул одну тему об этом огне, который должен гореть, которым мы должны гореть. И мне сразу вспомнилось место священного писания, оно записано в 6 главе книги Левит, и там Господь говорил, что священник должен возжигать огонь, который должен гореть на жертвеннике днем и ночью, и никогда не должен угасать. Там очень интересное место писания, я на эту тему говорил конкретную проповедь, сегодня просто немножко ее затрагиваю. Там очень интересно, об одеждах написано линяных, написано, что той одежде, в которой ты был у жертвенника, нельзя было выходить к народу, нужно было выходить в другую же, переодеваться. То есть, когда у жертвенника суд совершался, и все время будучи объяты судом или желанием судить, нельзя выходить к народу, если даже кто-то там заслужил вот этого, то с этим поработал вот так, пусть переодевайся и иди в другой одежде. Ну, там написано, линяная должна быть, но я обращаю внимание, что священник должен возжигать огонь. И я думаю, что сегодня, когда мы будем слушать Слово Господне, вот оно тоже будет нас учить, как нам жить и каким огнем мы должны гореть. Потому что хотим мы или не хотим, я не один раз говорил, Господь нас соделал царями и что? И священниками. Молодой ты или старый, женский полный или мужеский, образованный или не образованный, но священник. Священник или царь или священник. Ну, царь это более организатор, священник это более, ну, понимаете, более такие духовные вопросы решают, и мы сегодня тоже такие. Одни способные организаторы, но не очень мало священников могут быть, другие священники, но не очень-то, так сказать, специалисты по организации чего-то, но мы сегодня должны быть или чем, или другим. Если мы не то, не другое, то что-то с нами непорядок. И там очень интересно написано, священник должен был зажигать дрова или огонь зажигать, и этот огонь должен был гореть. И вот мы тоже всегда зажигаем огонь какой-то. И там, я уже не напоминаю подробно, священное Писание говорит так, что уголь для жара, а там написано, язык для разожжения ссоры. Уголь для жара, а язык для разожжения ссоры. То есть, своими словами мы можем зажигать огонь какой-то. И второе место в книге Иеремии, где-то 1 глава, 4, 6, то что уже не помню, но Господь сказал так, что «Вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами». Поэтому хотели, мы не хотели. Я сегодня никого не унижаю, говорю, что вы просто дрова и больше ничто. Я совсем это не имею в виду. Но я понимаю, что есть аналогия с тем, что мы говорим друг другу. И наши слова – огонь. И они или зажигают добрые отношения друг к другу, или зажигают отрицательные. Одно из двух. И если священный Писание говорит об огне, то оно напоминает, что есть еще и чужды огонь. Помните, что «надав и авиуд принес и чужды огонь пред лицом Господнем». Ну, кажется, огонь есть огонь. Какая там разница? Наверное, мы и не разобрались бы. А вот Бог разобрался, что источник этого огня чужой, не тот, что надо. И в этом я очень хотел бы, чтобы мы всегда горели хорошим огнем. Хорошо ли мы говорим друг о друге. Иногда бывает так, что мы говорим о неприятных вещах. И можно тоже самое вещи говорить и расположить сердца людей словами, чтобы молиться, помочь человеку, который в беду попал. А можно то же самое сказать так, что огрешив нам настроить против. И там огонь, и там огонь. Но в одном случае огонь от Господа, а в другом случае огонь чужды. Поэтому сегодня нам не безразлично, что мы будем говорить, как мы будем говорить. Но надо помнить одно, что говоря то или другое, мы или мирим людей, или ссорим людей. Вы, наверное, такое явление наблюдали в жизни, оно не касается разбора нашего сегодняшнего. Я просто хочу влить то, что я буду говорить дальше и связать с той первой проповедь, которую мы сегодня слышали. И потому я просто хочу напомнить один такой эпизод. Такое нечасто бывает и со мной нечасто бывает. Но однажды мне пришлось видеть, когда были в одном месте, как действуют слова, которые люди говорят друг о друге. Я мог назвать даже место, где это было. Я очень хорошо помню, когда я наблюдал за двумя человеками. Один был брат, который проповедовал из-за кафедры, а другой был, который сидел в зале. И который принял вот такую истину, в кавычках, что вы его не слушаете, это одержимый человек. А такое часто бывает. И он это принял снова. Я смотрел, как все шло. Вот я просто прорвал свою мысль. Значит, что вы часто наблюдали в жизни? Вы были хорошими друзьями. Кто-то с кем-то. И вдруг вы заметили, что ваши подруга или друг уже не так стали относиться к вам, как это раньше было. И вы не могли понять, почему. Вроде бы ничего плохого не сделал. А вроде бы и встречи не было какой-то такой, где бы можно было огарчить. И вдруг отношение другое. Оказывается, появился кто-то третий, и от вашего имени сказал, значит, другому человеку что-то плохое. И тот, который это принял, уже без вашего всякого участия, уже нет тех отношений, которые были раньше. Потому что по сейн огонь чужды зажегся. И вот я когда наблюдал, я перерываю вот эту мысль, когда я наблюдал за этой картиной, этот брат, он никогда не был одержим. Он говорил, очень-очень сильно. Настолько такая была сильная проповедь. Дух Святой работал исключительно. А я видел в сердце вот этого брата, который слушал. И вот смотрю, его сердце сжато. Он сразу выходит, его сердце у комочек. Я не знаю, как это объяснить, но я видел его так конкретно. Вот сжато у комок. Почему? Но с ним надо быть осторожным. Это с человекодержимое. А вы знаете, это на самом деле так. И вот смотрю, он начинает говорить. Это как-то отвлекается, слово начинает работать. Смотрю, сердце раскрывается этого брата, который слушает, и слезы. Так, а я же вижу эту наиву. Кап, 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 кап. Злата потом, стоп! Что же это я делаю? Это уж несвободный человек. Опять сердце сжимается. Этот продолжает говорить. А он думает, ну, одержимое же так не проповедуют. Такого не может быть. И опять сердце раскрывается, раскрывается, улыбка появляется. Поэтому опять. Но если люди говорят, то что-то есть, и опять вот так вот сжимается. И сколько он говорил, столько. Этот был в таком мучении. То раскрывается сердце, а то закрывается. То раскрывается, то закрывается. То раскрывается, то закрывается. И так до самого конца. Потому что был зажжен чуждый огонь Поэтому я очень хотел бы, когда мы будем говорить друг о друге О чем бы мы ни говорили О приятном ли или о неприятном О понятном нам или непонятном Давайте не будем зажигать сердца других людей чуждым огнем А согласитесь, это явление сегодня, оно имеет место в нашей жизни Мы когда что-то говорим, у нас же есть какой-то уклон какой-то Мы же хотим, чтобы нам поверили И мы настраиваем или настаиваем или располагаем Я помню, когда-то работал с одним из братьев Я одни раз вспоминал, какой-то интересный брат Значит, сидит, когда человек пришел к нему Он так говорит открытое, все улыбается Как только вышел за дверь, а брат начинает поливать грязь За глаза И мне не раз говорили, что это говорит за человек? Как это так можно? Вы знаете, что интересно было? Возьмет, рассорит двоих Своими словами А потом мирит И помирит, и доволен, свечет Вот была ссора, и помирил Ну ты же сам это сделал Я как-то вспоминал, я работал на хлопцебажном комбинате И там работал один электрик Он, значит, бывший заключенный был, зэк Борис его звали, как сейчас помню Тоже ходил такой, ну, сразу видно, что с тех мест Он был электриком И вы знаете, что он делал? Он, значит, пойдет А машины были довольно сложные Это без вероятного действия ВД-200 называли Сейчас не знаю, что там стоит на комбинате Не бывают там никогда Довольно сложная электросхема Там они как развернут Там целая простыня И он пойдет Сделает разладку И машина не идет Эти придут Ходят, 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 ходят Никак не найти не могут Ну, зовите Бориса Борис приходит Сюда, туда, раз, раз О, пошла машина И тет говорит Говорят, Борис, Борис Борис, Борис, во И потом однажды пришлось так Что эта разладка в самом деле была Которую не он устроил Ну, вы знаете, что Ходили, ходили В какой-то простыне лазили Лазили на коленях Ничего не могут делать Ну, зовите Бориса Этот Борис пришел Ходил, ходил Потом взял отвертку И вы знаете, в этот Где вот эта щеловая проводка Триста восемьдесят Где-то управляет Как ткнул Этой отверткой туда Оно как даст Дверцы в одну сторону Пламя сразу охватило И уже после этого Не стали звать Бориса Что О, Борис А вы говорите О, Борис О, Борис Показывает часто пальцем Поэтому Действительно Не надо вот так Зажигать Вот таким огнем Добро пожаловать Таким искусственным Которым Всех Да я бы хотел очень Чтобы в будущее время Мы из своей практики Исключили Такие вещи Что если мы будем Что-то говорить Пусть оно будет Иногда просто Как констатация Факта Но ни в коем случае Если даже Что-то Ну, неприятное Произошло Давайте научимся Не настраивать Друг против друга А называя вещи Своими именами Не закрывая глаза Ни на что Не называя Белое Черным Черное Белым Я совсем Про это не говорю Я не говорю Что надо закрыть глаза На все Все надо называть Так, как оно есть Своими именами Но давайте Научимся Не настраивать Друг против друга Не гореть Этим чуждым огнем Это чуждая огонь Это не то Что надо Поэтому пусть Господь Благословит нас сегодня Я уже Немножко Обращаюсь Назад К этой 42 главе Дни порока Исаии И она тоже Нас будет учить Чтобы Гореть Огнем Благословенным Огнем Господним Огнем Который Наводит порядок Мир и благословение И для То священное Писание Открывать Некоторые Тайны Вы знаете Даже иногда Мы Не понимая Бога Можем Говорить О нем Так Что будем Настраивать Других Людей Против Него Даже Против Бога Я Когда Был В Испании Я встречался С одной Там Вообще Не Сестра Была Я Лично Если бы Знал Я бы Никогда Не Согласился Навстречу Брат Брат Привел Поработать Обосвобождение Оказывается Никакой Церкви Не Принадлежит И Вообще Понятия Не И Обиды На Бога Я Думаю Зачем Ты Ко Мне Привел Что Я Сделаю С Ней Я Пришла В церковь Тогда Можно Что-то Говорить А То Просто Время Заняло И так Далее Обиды Оказывается Во всем Бог Виноват Не Грех Не Дьявол Бог Виноват Во всем этом Ну Она Там Рассказывала Кое-что В чем Был Потензий К Богу Ну Иначе Что Было Трудно Говорить И Неприятно Потому Что Ну Вообще У меня Было Совсем Другое Намерение Другое Направление Разговор Но Все-таки Когда Мы Читаем Священное Писание То Мы Правильно Понимаем Бога Тогда Понимаем Его Мысли И Даже Если С Его Так Сказать Или От Его Дела Нам Может Быть Неприятно То Мы Никогда Не Будем Представлять Ему Претензий Никаким Будем Понимать Почему Он Так Делает Почему Это Так Произошло Почему Не По Другому Именно До Глубины Священное Писание И Объясняет Нам Самыми Различными Текстами Образ Мышление Божие Почему Это Так Для Чего Это Так Ну И В конце Концов Когда Мы Смотрим То Бог Может Всякое Зло Обратить Добро За Что Благодарение Богу И Вы Знаете Первое Добро Которое Бог Сделал С нами Вы Только Поймите Меня Правильно Что Бог Попустил Что Мы Жили Греховной Жизнью Я На полном Серьезе Это Говорю Потому Что Если Мы Не Дошли До Ручки Как Мы Сегодня Говорим Если Мы Не Поняли Что Невозможно Так Дальше Жить Мы Никогда Не Отринули Своей Святость Своей Праведности Мы Все Сами По Себе Очень Хорошие Люди В Своих Глазах И Справедливые И Наверное Лучше Нас Никого Нет На Земле Если Станем Рассказывать Ну Наверное Нас Хоть Крайне Прикладывать Самые Лучшие Люди И Покуда Мы Нет У нас Той Справедливости У нас Греховная Натура А Это Мы Познали Тогда Когда Казались В Яме Глубокой И Когда Мы Отказались Сказали Господь Все Я Больше Так Не Могу И Когда Мы Так Сказали То Бог Дал Нам Свою И Праведность Свою И Святость Свою И Все Остальное За Что Благодарение Богу А Если Мы Не Прошли Вот Так Вы Никогда Не Отказались И Трудно Было Богу Доказать Что Мы Далеко Не Идеальны И Не Святые А Ведь Сколько Сегодня Людей Которые Говорят А Мне Не В чем Каяться Я Никого Не Убил Я Ни У Кого Ничего Не Украл Я Всегда Старался Делать Доброе В чем Мне Каяться И Один Из Братьев Тоже Бывший Рецидивист Вор Когда Он Стал Когда Уже Покаялся Когда Стал Своим Свидетельствовать О Спасении И Когда Ему Кто-то Сказал Из Его Друзей А Мне Не Учем Каяться Он Сказал Так У тебя Совести Нет Вот Когда Появится Совесть Тогда Будет Учем Каяться А Когда Совести Нет Конечно Не Учем Каяться Все Нормально А Когда Совесть Появится Вот Тогда Ты Будешь Каяться И Найдешь Что Он Каяться Поэтому Пусть Господь Сегодня Благословит Нас И Господь Я Прошлый Раз Об этом Напоминал Что Очень Часто И Самым Различным Текстом Писания Бог Напоминает Что В Нем Только Одному Спасение Он Командует Всем Он Меняет Обстановку Житейскую И Независимо От того Где Живут Люди Вы Помните Я Просто Напомню Сегодня То Что Я Прошлый Раз Говорил Я Говорил О Новой Песне Я Просто Напомню Прошлый Разбор О Новой Песне Ну А Новой Песне Всегда Нам Хочется Чтоб Было Более Радостное Более Так Сказать Позитивное Чем Было До Этого Но Никто Не Хочет Новые Никто Ж Не Хочет И Господь Здесь Напоминает Что Он Способен Обновить Нашу Жизнь И Дать Нам Новую Песнь Песнь Более Высокой Радости И Познания Независимо От того Где Мы Находимся Вы Помните Я Говорил О том Пойте Господу Новую Песнь Хвала Ему От Концов Земли Знаете Когда Мы Говорим Конец Земли То Обычно Понимаем Где-то Забытое В всеми Государство Где-то Там На Крайнах Находится О котором Почти Никто Не Знает Господь Здесь Говорит Даже Если Такое Положение То Бог Способен И Достиг И Тех Мест Отдаленных И Вложить В Становую Песнь Ну Дальше Плавающая По Мору А Плавающая По Мору Знаете Что Я Не Думаю Что Там Особенно То Радостно И Надежно По Мору Плавать Это Наверное То Что На Самолете Лететь Что По Мору Плавать В Одном Случае Земля Далеко В Другом Случае Море Глубоко И Там Опасность И Там Опасность Но Здесь Господь Говорит Что Я В Чем Дам Новую Песть И Чем Которые В Отдаленных Краях Находятся Которые По Мору Плавают Где Бури Где Действительно Только Твердое Место Палуба Под Ногами Господь Говорит Даже В таком Положении Я Могу Дать Новую Песнь Плавающие По Мору И Все Наполняющие Его Острова И Живущие На Них Помните Я Говорил Остров С одной Стороны Это Защищенное Место Попробуйте Добраться До Острова А С другой Стороны И С острова Попробуйте Добраться Куда И Мед Свят Цивилизованным Миром Есть И Преимущество Какое-то И Есть Минус Какое-то Но Господь Говорит И В такой Обстановке Я Способен Родить В сердце Новую Песнь Через Обновление Духа Через Обновление Жизни Да Возвысит Голос Пустыня Но Пустыня Вообще Наверное Трудно Жить Это Пустыня Я не буду Распространяться На эту Тему И Города Ее Селения Где Обитает Кедар Но Кедар Способен Жить Пустыня Да Торжествуют Живущие На Скалах Да Возглашают Свершин Гор С одной Стороны Живу На Скале Это Очень Твердый Фундамент А Другой Стороны На Горе На Скале Попробуйте Доберитесь Низко Вшему Цивилизованному Миру И Вот Господь Берет Вот Все Эти Ситуации Жизненные И Говорит Что В любой Жизненной Обстановке Он Способен Обновить Жизнь Достигнуть До Серца Человека И Вложить В уста Его Новую Песнь Но Вот Здесь Он Говорит О том Будущем Времени А Пока Что Он Констатирует Тот Факт Что Беда Движется На Землю И К Народу Израильскому Да Возглашают Свершин Гор Да Воздадут Господу Славу И Хвалу Его Да Возвестят На Стравах И Дальше Вот Что Господь Вот На этом Я В прошлый Раз Остановился Господь Выйдет Как Исполин Как Муж Браней Возбудит Ревность Воззовет И Поднимет Воинский Крик И Покажет Себя Сильным Против Врагов Своих Господь Выйдет Как Исполин Я уже Происполин Говорить Вам Не буду Я уже Не один Раз Говорил Что Господь Говорит Сегодня Может быть И не Показывает Себя Сильным Черпит Долго Черпит Ждет Не принимает Мер Никаких Люди Раз Общество Идет Вниз А Бог Как Будто Не Может Остановить Ничего Почему Долго Черпит Нас Не Желая Чтобы Кто Погиб Ну Чтобы Все Пришли К Покаянию А Люди Думают Что Просто Бог Не Может Или Бога Нет Ну Что Еще Думают Что Напрасно Говорит Писание Вы Помните Послание Петра Написано Что Люди Они Названы Хулителями И Которые Говорят Так Что Что Вы Там Говорите Пришествие Господа Близко Пришествие Господа Близко И Названы Наглые Ругатели Которые Так Говорят И Говорят С тех Пор Как Стали Умирать Отцы Все Остается Так же А Петр Там Говорит Если Помните Что Он Говорит Он Говорит Не Так Же Не Так Был Потоп И Все Поменялось После Потопа Ну Как Все Остается Так Же Когда Были На земле Исполины А Теперь Их Уже Нет Вы Помните Я Вам Говорил Что Самый Большой Исполин Его Не Видели Но Шера В штате Огайо Нашли Он Был Диаметром Два Метра А Это Значит Рост Был Где-то Под 45 Метров Этого Исполина Поэтому Я Опять Повторяю Мы Очень Слабо Сегодня Представляем Что Такое Говорит Библия Были На земле Исполины 20 Метровый Скелет Находили 20 Метров А Шестиметровые Целые Кладбища Поэтому Галия В 6 Локти И 5 3 15 Это Уже И не Совсем То Исполин Был Говорят Их Нету Потому Что Поменялось Все Дальше Писание Говорит Что Прошлый Мир Первый Мир Был Сотан Из воды И водою И вот Ему Погиб От воды Но Так как Господь Заключил Завет Землей Поставил Радугу И сказал Больше Не будет На земле Истреблений От воды То Петр Говорит Так А нынешние Небеса И земля Бог не может Нарушить Своего Что сказал Упредь Никогда Не будет Живой Истребленной Водой Говорит Она погибет От огня И И не нарушено Ничего Будет И погибнет Земля От огня И Здесь Говорит Ну как же Ничего Не меняется И вот Здесь Писали Говорит Господь Выйдет Как Исполин Вы представляете Когда мы Сегодня Видим Эти бедствия Которые Бог Допускает То мы Видим Насколько Огромной Силой Он Обладает Вот даже Даже последние Вот события Там где-то В Волохве Кирпичи Где-то Повыбивало Ветром А помните Когда-то Наверное Я не помню Какой год был Когда-то Было В Хабаровском Крае Сильные Бур Эти Тайфуны Или как Они там Называются Смерти Прошли Так Ветер Подхватывал Гусяничный Трактор И где-то Забросил За полкилометра На другое Место То действительно Господь выйдет Как исполин Как муж брани И поднимет Воинский крик Но если мы Сегодня ужасаемся От этой Ну Дикой силы Людей Которыми Они обладают Вот эти исполины Да я не раз Говорил Сегодня еще раз Напомню Господь Выдет как исполин То с Господом Я вот эту мышь Высказывал Если даже Если даже Вот этот человек Под 50 метров Это бред Допустим То Библия говорит О Господе О его величии Он наполняет Собой Всю вселенную Она даже Его не умещает А я же вам говорил А она Измеряется Миллиардами Швятовых лет То что может быть Когда Бог В такой силе Встанет Как исполин Вообще тут Трудно представить Что может Остановить Его Когда он Вылет Как исполин Как муж брони И поднимет Воинский крик И сегодня Действительно Если говорить Об этом Об этой борьбе Об этой войне Которую Бог ведет Человеком То Что этот человек Сам по себе Что Наши достижения Против этого Ну Хотел напомнить Как эти ангелы Зашли в космический корабль Где там Джанибек Улетал И другие Когда Говорит Зашли Как туман Желтый Все приборы Отключились Не работают Потом Когда Говорит Вышли Оказалось Боят Огромных Ангелов Они показались Семиметровыми Я помню Где-то так Написано И они Говорит Улыбались Смотрели Это была Улыбка Ну Не насмешки Это была Улыбка Торжества И после Особенно Американские Космонавты Они тоже Имели Встречу С ангелами То Они Значит Кажется Если Вице-президент Гор То он Сказал Так Да Говорит Есть Говорит Цивилизации Во вселенной С которыми Мы Не сможем Сравниться И сражиться Должны были Признать Но то Еще положили Под сутно И никому Об этом Не сказывали Ну Вот здесь Писание Говорит Что придет Время Когда Господь Откроется Во всей полноте Господь Вылет Как Исполин Как Муж Браней Знаешь Что такое Муж Браней Это Воин Который Обладает Искусством Воевать Если бы Сегодня Ред шла Чтобы Сразиться Напрямую С дьяволом То для Бога Не надо Никакого Искусства Просто Взял Выбросил Его Связал И все Но Коль Дело Касается Борьбы За Нас И Нас Дьявол Взял Плен В свое Время Через Грехи То Богу Приходится Проложить Мудрость Каким Нас Нас сражаться даже, но тут получается, что Бог связал Себя с нами, и уже здесь так просто не получается. Здесь надо мудрость, здесь нужен подход к каждому человеку, тем более, если бы Бог насильно это захотел делать, но Бог дал нам свободную волю, мы можем принять Его благую вещь, можем не принять, можем подчиниться, можем не подчиниться, и тут надо так искусно повести дело, чтобы склонить нас на свою сторону, показать работу дьявола, которую он делает, а для этого надо и мудрость, и мужество, и терпение, и еще очень много, чтобы спасти души наши. И вот здесь Священное Писание говорит, что не всегда будет так, как сегодня есть, придет время, и Господь уже не будет казаться слабым, выйдет, как исполин, как муж брани, имеющий власть, имеющий силу, имеющий всякую способность, имеющий мудрость, но самое главное для нас, что он имеет огромную любовь к нам, за что благодарение Богу. Вот что сегодня самое главное, и в этом его высота в отношении нас, потому что кроме любви нет ничего, что могло бы нас спасти, потому что у нас оправдания-то никакого нет. Ну, может быть, какое-то оправдание нашлось бы для тех людей, кто никогда не был верующий, не знал Господа. А вот же для нас, которые знаем и очень часто делаем не то, что надо, понимая, тут никакого оправдания нет. Но оправдание крови Христа в голгофской жертве, в терпении Божьем и в любви Божией, вот это единственное, в чем сегодня наше оправдание и наше спасение. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня поняли и понимали, что не всегда Господь будет вот таким, каким Он сегодня нам кажет. Он просто не проявляет себя. Наступит другое время, и когда Бог будет судиться с людьми, и я просто напомню, я не открываю тексты Писания, не буду говорить об этом, но просто напомню, что Бог будет судиться с людьми в день суда, после седьмой трубы. Когда седьмая труба протрубит, это наступит день суда, церковь отнимется, потому что церковь на суть не приходит, верующий, что Сын Божий перешел от смерти в жизнь и на суть не приходит, а Бог будет судиться с миром. И представьте себе, говорит, чем? Стихийными бедствиями, болезнями и так далее, и так далее. Я как-то особо отметил, особенно когда читал книгу исход, исход из Египта и так далее, и так далее, что на людей будет падать град величиною с талант. Эта градина 36 килограмм весом. Так представьте себе, вот такой одной. По крыше дать, то никакие перекрытия не выдержит. Как муж брони, это же исполин. А в общем-то, сегодня движутся его силы. Вот попробуйте донести где-то в тучах градины такие под 36 килограмм веса. Но то сегодня не укладываются в разум, как это может быть. Но это будет, потому что так написано, потому что Господь тогда покажет себя, как муж брони. Впрочем, вот это место, которое я говорю, оно не относится к тому, о чем я говорил на последнее время. Речь идет о тех событиях, которые уже прошли когда-то, когда Бог показал себе в других аспектах именно мужем брони, мужем сильным. Но, тем не менее, он таков уже остается и для нас, и на последнее время. И мы просто не можем, если так выразиться, бояться, страшиться, опасаться чего-то. Хотя мы такие, и я такой, и слушаем, и понимаем, а когда дело доходит до дела, в отчаяние падаем. Как будто Бог не может, как будто забыл, как будто, ну, нас есть их как будто, наверное, у нас и не перечистить, если их все собрать. Ну, так. Вот почему Господу очень важно, и Он это делает, именно утверждать нас в Его могуществе, в Его любви к нам. И мы за это должны благодарить Бога, особенно за ту чудесную Библию, которую мы сегодня читаем. Господь выйдет, как исполин, как муж браний, возбудит ревность. Вот особенно важно, когда речь идет о сегодняшней борьбе с грехом, который Господь совершает через нас. И я думаю, чего нам не хватает на сегодняшний день, это не хватает ревности и жертвенности. Потому что, как бы мы сегодня не стонали, как бы мы сегодня не говорили, что нас чего-то не хватает. И я вспоминаю, как я жил в 55-60-х, когда и теперь, ну, вы знаете, что? Какое не хватает? Какое не хватает? Чего хватает? Да если бы даже одного хлеба хватало с солью, одной картошки хватало, похоже, то уже хватает. А было же такое время, когда вообще ничего не было. Когда там эту буханку хлеба разделят на несколько дней, нас было шестеро, и неизвестно, как еще делить ее по кусочку. Но, я вот вспоминаю, в брата не было ни машин не было, велосипедов даже не было. В лапцах, если есть кусочек сала в сумке и черный хлеб, это уже хватает на все. Собирались и шли, проповедовали, благовествовали, вы думаете, что их вело? Ревность. Ревность была. У нас сегодня есть все, но попробуйте дозваться кого-то, где-то на деревне нести служение. Никто не имеет такой возможности. Семья, дети, того не хватает, того не хватает, того не хватает, но вообще ничего не хватает. Если так говорить, вообще мы голые, раздетые, по словам нашим. Но на самом деле, то если мы сегодня и не имеем чего-то, то не имеем ревности, потеряли. И я вот так часто думаю, если бы нашим братьям, которые жили в то время, с их ревностью, да то, что мы сегодня имеем, я не знаю, что они сделали бы. А может, так же, как и мы вели себя, получили бы все, да и тоже, наверное, были бы одинаковые. Может быть и так. Но я понимаю, что такой переворот мышления не сразу происходит. Это постепенно свыкаемся, что вот это самое главное становится. Ну, а первое время, наверное, я не знаю, что бы они сделали. Первернули бы все. Ни на что не посмотрели бы. Поэтому написано, Господь возбудит ревность и поднимет воинский крик. Я не знаю, что нам надо, чтобы наша ревность возбудилась. Правда, не чистая, она и так хватает. Я имею в виду чистую. И ведь чистую. А такой вот зависти, что мы часто ревностью называем, что не можем терпеть, когда кто-то что-то лучше делает, чем мы, то я не про эту ревность говорю. Это и хватает всегда. А вот ту чистую, по делу Господню, чтобы делать дело Божие, вот чего не хватает. Ну, есть, есть много жертвенностей. Это одна из причин. Хотя Священное Писание говорит, предоставьте тела ваши, в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Продоставьте тела ваши, тела. Потому что желание у нас всегда есть. И мы обещание Богу даем, что уже будем и то, и то делать. А как дело касается идти, то тело говорит, стоп, куда ты? Отдохнуть надо. Вот почему Павел сказал, тело предоставьте ваше. Вот оно и проблема. Оно и проблема, что оно именно не хочет. Оно противится духу. Поэтому не всегда так будет. Возбудет ревность. Воззовет и поднимет воинский крик. И покажет себя сильным против врагов своих. И еще будет время, когда покажет сильным. Сегодня тоже показывают. И очень часто. И против врага, который болеет. И против врагов похоти различного рода. Он показывает себя сильным. Но, наверное, нам хотелось бы еще больше увидеть его силу. И вот здесь Господь в обетованиях своих говорит, что придет время, когда он покажет себя еще более сильным. Вы помните исход из Египта? То было время, когда Господь и дьявол как будто на уровне были. Господь делает, и дьявол делает. Он делает тоже одно. И то же самое дьявол повторяет. А потом пришло время. Волклы говорят, не можем уже. Это перст Божий. Но финал был какой? Потопил египтян, которые возмущены были против Черного моря. Показал себя сильным. И народы стали бояться, народа израильского и Бога. И вспоминали. Помните, когда вышли вельсимляне воевать, как в Чехзавете уже пришел в стан. И народ поднял такой сильный крик, аж земля стонала. то не сказали, это тот Бог пришел в стан, который поразил Египет чудесами и знаменями. Который поразил египтян в Черном море. Горе нам, феликзимляне, от этого великого Бога. Но вся беда была в том, что как в Чехзавете видимо, часть пришла, а внутреннее не было там. Израильчане кричали, шумели, как мы сегодня часто делаем. Помните, Израиль поднял такой сильный крик, аж земля стонала. А вот мы, когда стали воевать, потерпели поражение, оказалось, что видимое присутствие было наружное, а внутреннее то нет, засыновегили овни Финеса. Вы помните это событие? И что они этим криком наделали? Крик без силы. Жили вы потихоньку, но когда они стали так шуметь и кричать, то феликзимляне сказали так, надо приготовиться и сразиться. Видишь, как кричат? Они просто поставили их на стражу этим криком, а силы-то не было. И проиграли сражение. Вот вы знаете, что, давайте кричать, когда сила будет, и не кричать, тогда, когда ее нет. Вот докричались, докричались, и не кричали вот так сильно, то не сказали феликзимляне горы нам. Этот великий Бог пришел устанно, так? И это часто наблюдается. Поэтому пусть Господь поможет нам. И они за то, я тоже кричу сегодня здесь вот. Хотя можно было бы не кричать так. Ну, что же делать? Уже, наверное, меня никто не перевоспитает в этом вопросе. Ну, вот такой уже есть, но, я думаю, это не особая помеха. Надо уже привыкнуть друг к другу, что мы такие есть на сегодняшний день. Но я хотел бы, чтобы действительно в наших словах, в наших действиях, в наших решениях присутствовала сила Божия, а не было только наружное. Наружное практически почти ничего не дает. Нужна сила Божия, чтобы было. Покажет себя сильно против врагов своих. И дальше Господь говорит так. Долго молчал я, терпел, удерживался. Вот у Бога всегда есть и такое время. Потому что, покуда Бог молчит, что значит молчит? Говорить к народу Он говорил, но вот молчал, не наказывал, как будто не видел, все ждал чего-то. Молчал, терпел, если Бог не вытерпел бы, то, наверное, уже ни одного из нас сегодня в собрании не было бы. Любой из нас заработал наказание, о, пошу, да, по шею. Но Он еще ждет, все ждет, торопит, не идем, опять ждет, а вдруг? А вдруг дойдет? А нам кажется, что-то бездействие, но когда Господь придет в Шиле, будет совсем по-другому. Я не раз слышал такое слово. Вы помните, когда Господь в Шиле действовал в Первопостольской церкви? Один обман, она не из Сафиры, и что было? И пали мертвые. Это, может быть, это сегодня наше счастье, но тоже это условно, надо оберегаться, кто-то поймет по-своему все эти слова, что все-таки не в Шиле Бог приходит, иначе обнаружил бы все вот так вот, что оно есть. И для некоторых был бы последний день сегодня в собрании, больше мы не пошли бы. Ну, а пока что Бог терпит и ждет. Давай, вырывайся из этого плена, в который ты попал. Потому что пока что ты думаешь, что все так и сойдет, но есть день последний, назначенный Господом, когда уже так не будет, как сегодня есть. А пока Бог терпит. И не надо это понимать, как неспособность делать или незнание Его, Он просто терпит. И, к сожалению, или к стыду нашему, и к радости нашей одновременно, долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли покаяние. Так у Петра написано. Так. С одной стороны, мир, но сегодня объект Божьей работы, Божьего наблюдения, особенно внимательного контроля, это за нами. Это за нами. Мир, это мир. Он контролируется, он свои границы, которые Бог, значит, положил ему, как прораду, не перейдет. А вот за нами Бог наблюдает особенно внимательно, потому что написано туда, то есть в Царство Небесное, ничто нечистое не войдет. как бы оно не было присуще, великие или малые, со стажем или без стажа, здесь разницы нет. Просто члены церкви или служителя это относится ко всем. Туда ничто нечистое не войдет. Там подкупа нету, взяток нету, заднего потайного хода нету, один ход через Иисуса Христа и все. И больше невозможно что-то придумать. Поэтому пусть Господь поможет нам использовать это время, долготерпение Господне, чтобы в день, когда Господь придет за нами, нам оказаться в чистоте и святости, омытыми кровью Христа, потому что другого пути у нас нету. Нет у нас другой возможности. Мы сами по себе не способны иметь эту святость. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать как рождающая. Конечно, кроме женщин, которые рождали, это никто не поймет кричать как рождающая. Это уже такой вопрос. Можно, наверное, какое-то сравнение привести, но здесь больше сестры могут понять кричать как рождающая. Буду разрушать. И поглощать все. То есть в этом смысле снова, что будет судиться с миром за его беззаконие, которое они творили. Пока что черпит, нас черпит, черпит мир этот. Но всему и есть конец. Во всяком времени будет последнее мгновение. Во всяком тексте есть последняя точка. эта точка будет поставлена Господом. Я еще раз перечитаю. Долго молчал я. И я просто добавлю не из этого текста, а из другого местописания. И потому что я молчал, то ты подумал, что я такой же, как ты. Знаете, вот мы иногда делаем что-то. Нам говорят, не стоит так делать, не надо. И мы чем оправдываемся? А Бог мне ничего не говорит, а Бог меня не наказывает. Но если Бог не наказывает и не говорит, а то не значит, что он согласен. Это совсем не значит, что он согласен. Он просто хочет достигнуть до сердца, не угрожает. Есть же написанное, смотри, что написано и делай. Вы помните, кажется, в Еремии есть такое местописание, о покое. Тоже где-то в первых главах Еремии там написано остановитесь на путях ваших и рассмотрите, где путь древний, идите по нему и найдете покой душам вашим. Почему-то Господь обращает внимание на путь древний, не на современный, не на современные понятия, не на современную культуру, а на тот путь древний. А для нас какой путь древний? А вот я читаю про этот путь древний. Мы читаем Евангелие, его принципы, Господни там изложены, это древний путь. Если даже не брать полностью Библию, взять только Евангелие и Новый Завет, то уже древний путь по нашему счету человеческому уже больше, чем 2000. Хотя на самом деле кто-то сказал так, тоже наверное ошибка. Говорят, что в 2012 году, если правильно считать, то должно было наступить 2000. Кто-то там ошибся, когда считал. а может и другой который считал ошибся еще. Но по-человечески мы считаем 2012 год идет. И это уже огромный промежуток времени. И это путь древний. И Писание говорит на этот путь. И тогда найдете покой душам вашим. Если же путь древний не будет нами использован, не будем идти так он гласит, никакого покоя нашим душам не будет. остановитесь на путях ваших, рассмотритесь, расспросите, где путь древний и идите по нему. И найдете покой душам вашим. Поэтому когда мы сегодня исследуем этот древний путь, еще более древний, то мы видим характер Божий, видим его работу, видим его планы, видим его цели. Ну и усвоивши вот все это, заметивши, я дальше буду читать, ты говорят, слышал, но не слышал, ты видел, но не замечал. Вот проблема наша. Вот эти цехи стоят впереди, мы еще до них дойдем, если Господь позволит. так мы вполне можем знать этот путь древний и эти принципы Божьи, законы Божьи. Теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все, опустошу, горы и холмы. Чтобы опустошить горы и холмы, не так то просто, туда надо еще добраться. Я смотрю и думаю, когда был в Испании, там вот эти оливковые рожки, оливковое масло, они на таких крутых склонах растут, защиены полностью. Что-то удивительно, как там можно их собирать. Это не просто на горах, на склонах и на холмах опустошать то, что есть. Можно опустошать, убирать то, что есть. Если с другой стороны посмотреть на это. Ну и просто другое удивительно, насколько много труда. Я, наверное, говорил у вас или где-то, говорил, я спросил, а как это понять? Там же бывает до 48 градусов температура днем. Вот я когда был, то 44 градуса было днем, а врат уже похолодало немножко, было 48. Вот к моему приезду 44 было. Ночью 40 градусов. Там все сухое, трава сухая. И я спрашиваю, а как с этими маслинами, которые говорят, каждой маслине проложен провод или трубопровод маленький, пластмассовый, под землей, каждый. Вы представляете себе, сколько работы это сделано. И они не зависят от температуры окружающих, иначе они высохли бы все, ничего не было бы. Они просто к корням подается вот эта влага. Я так подумал, хорошо, когда к нашим корням от Господа подается влага. Мы тогда не зависим от температуры духовного существования, я имею в виду на земле. А так нет температуры, высокая температура, нет подпитки со стороны, а внутри не получаешь и все. И сохнешь тогда. Хотя Писание говорит, и будет он как дерево, посаженный при потоках вод, лист, которого не вянет, и так далее, и так далее, и все, что они делают, успеют. Но для этого нужно иметь каждому из нас личное, конкретное общение с Господом. И тогда и личное общение и со стороны, и тогда можно будет выжить, потому что температура в духовном смысле слова, в отрицательном, она будет подниматься все еще больше и больше. Будут сохнуть люди. Но мне не хотелось бы, чтобы в нашей церкви хотя бы кто-то засох. У нас есть полная возможность иметь общение с Господом напрямую с ним, за что благодарение Богу. Опустошу горы и холмы, всю лампи. Вы понимаете, как интересно? Реки это хранилище воды, а это не что, сделают такое, что как острова будут возвышаться. Совсем не то, потому что все, что Господь сотворил, Он сотворил для нашего блага, разумно. А когда это все нарушается в обратную сторону, нарушается равновесие, это бедствие. И Господь здесь говорит, чтобы люди познали, что от Бога все зависит, что не они хозяева на земле, не они боги. Я говорю, все поменяю, все поменяю и покажу, что для меня доступ на горы и на холмы очень простой и легкий, не такой, как для вас. И там, где будете искать воду, там будут острова пустые, там вообще воды не будет, совсем другое будет. Реки сделаю островами озера. Здесь просто четыре средства ведения войны, которые Бог может вести войну с людьми. Написано И поведусь слепых дорогою, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. Кого поведу? Не тех, которые говорят, что видят. Поведу слепых. Вы знаете, как важно вот только побить эту мысль понимать, что если сравнить наше зрение со зрением Божиим в отношении оценки всего того, что происходит у нас на глазах то мы слепые. Мы, как говорится, не видим дальше носа нашего, как есть у нас такое выражение мудрое, дальше носа он не видит. И очень хорошо, когда мы сравниваем себя с Богом понимаем, что мы слепые. И в этом наше счастье, потому что слепой доверяется поводыру и он ведет как зрячий. и тогда он у большей безопасности, чем другие люди. Тем более, когда этот все видящий Бог. Я не знаю, как вы, но я хотел бы быть слепым, чтобы Господь вел. Тогда нечего будет сравниваться никому, который говорит, что видит. А люди очень часто в чем их беда? Они думают, что они видят, а они не видят. А человек, который понимает, что он не видит все так, как надо, он доверяется Богу и он их уведет. И скажите, будет успех этого слепого, который ведет Господь, дойдет он до цели или нет? Дойдет. А тот, кто говорит, что вижу, навряд ли он сам дойдет. Где-то он увидит немножечко, немножечко, а много что не увидит. Поэтому хотелось бы, чтобы действительно у нас было зрение от Господа, чтобы мы видели то, что Господь видит, не то, что нам кажется видением. Я вспоминаю одно такое местописание, вы его тоже знаете, где Господь сказал, значит, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видишь, что видели, а видишь, что стали слепы. Помните это местописание? И фарисей сказали, да ты что, считаешь, что мы ничего не видим, что мы слепые? А они что были слепые? Они думали, что они видят, но они были слепые. И Господь сказал так, если вы были слепы, то не было бы на вас греха. А так, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. А кто понял, что он слеп и доверил еще Христу, поверил бы Его Слово, поверил Его Водительство, то Господь поведет, и он дойдет, и будет так, как поем Псалме. Помните этот Псалм? Я иду и дойду к незакатному солнцу любви. А почему я иду и дойду? Потому что я не полагаюсь на свое зрение. Если уже я прихожу к Господу, то я говорю, Господь, по сравнению с твоим знанием, с твоим ведением, то я слепой. Веди. И Господь так и сказал, я поведу слепых дорогой, которые они не знают. И вообще, если даже человек видит, но не знает дороги, то куда он может зайти? Но если даже знает дорогу, то без глаз он тоже никуда не дойдет. Поэтому здесь Господь говорит, и в этом великое счастье людей, и поведу слепых дорогою, которые они не знают. неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. То есть Господь может выпрямлять все. И то, что иногда кажется нам кривым, то в глазах Божьих оно может быть прямым. мы часто своим собственным взглядом не можем дать правильную оценку, где просто, где криво. Не понимаем этого? Кто-то однажды сказал, обо мне сказал, он говорит слишком прямо. Я говорю, а как может быть слишком прямо? Прямо есть прямо. Есть уже чуть-чуть не прямо, тут уже криво. Но как может быть слишком прямо? Я вообще не понимаю, как это может быть слишком прямо? Прямо есть прямо. Если уже чуть-чуть, то это уже не прямо. Чуть-чуть не прямо, но уже криво. Поэтому Господь говорит, буду вести прямыми дорогами. Но для этого надо подчиниться, чтобы идти этими прямыми дорогами. И говорит, кривые пути прямыми, мрак сделаю светом перед ними. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. И действительно, это может быть позором для тех, которые считали себя знающими очень много, которые считали себя видящими. последними. И наверное, поэтому Писание говорит так, и многие первые будут какими? Последними. А последние какими? Первыми. Почему? Одна из причин, почему? Не видели или ходили окольными путями, это особая тема, я не собираюсь проповедовать эту тему. Когда во время Иаили были пустые дороги, ходили окольными путями и так далее, и так далее, и так далее. И потому пусто было, пусто было. Пусть Господь поможет нам не ходить кривыми путями, а прямо заявлять, кто мы есть, прямо говорить, не намеками, что Господь требует. Знаете, есть еще окольные пути. И к сожалению, многие ходят окольными путями. И даже в дом молитвенный стесняются пройти напрямую, так, чтобы никто не видел какими-то дорогами особыми. Пройдет время, это все исправится, но пока хорошо понимаешь, что окольные пути, это не прямые дороги еще. Это не совсем то, что надо. А вот что я сделаю для них и не ставлю их. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом вы наши боги. Кажется, Малахия говорит, что наступит день, когда все увидят разницу между служащими богом и не служащими ему. Вот это то же самое. Вот люди сегодня живут так, как живут, и они очень часто говорят так, но какая разница между вами и нами. Вы имеете, и мы это имеем, и даже больше имеем. Вы болеете, и мы болеем, или наоборот, мы болеем, и вы болеете. Ну и правда, вот в настоящее время иногда трудно что-то сказать, разницу показать, хотя мы ее понимаем сами у себя, очень прекрасно понимаем, что у этих людей будущего нету, а у нас оно есть. И у них нет надежды ни на что. У нас есть надежда на Господа. Это само собой. Но Писание говорит, что будет время, когда очень будет поставлена большая разница, будет открыто видно, кто есть кто. Кто служит Богу, а кто не служит, а кто думает, что служит Богу. К сожалению, и такое бывает. Я думаю, не надо закрывать глаза ни мне, ни вам, никому. На этот текст Писания предупреждающий нас, что будут убивать вас, и будут думать, что не этим служат Богу. Вы представляете, насколько это серьезно? Насколько это серьезно? Почему будут убивать? Потому что будут думать, что Богу служат. что-то будут делать во имя Бога, чтобы Бог был прославлен. А на самом деле, это просто будут думать, что служат Богу. Я бы хотел, чтобы мы не думали, я, вы, что служим Богу, а чтобы знали, что мы служим Богу. И чтобы это действительно было служение Богу. Потому что, к сожалению, не все бывает то, что мы делаем угодно Богу. Думаем, что это Богу нравится, а ему может совсем не нравится то, что мы думаем и делаем. Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются надеющиеся на идолу, говорящие из тукана «Вы наши Боги». Ну что сегодня является Богом нашего века? Их Бог чрево. Ну что такое чрево? Ну конечно не живот, который у нас каждого есть. Жизнь наша, наша материальная жизнь, для которой мы стараемся очень сильно, за которой мы переживаем. Ну и идолы, какие на что мы опираемся? Это богатство, деньги, слава, почет, положение в обществе. Это все то, на чем люди ложат основания. Это идолы. Ну правда еще есть идолы другие, которыми люди пытаются мир в своем сердце построить. идолы, почему ты закурил? Ну поссорился, и чтобы успокоиться закурил. Вместо чтобы богу прийти, он надежду положил на сигарету. И почему ты напился? Ну на работе сказали вот то и то, то и то, и я чтобы успокоиться пошел и выпил. Это уж идол, на который люди ложат надежду. А Писание говорит прямо, что надежда на виноградный сок что сделает? Обманет. Это обман. Это не то, что надо, это не та опора, это не та поддержка. И потом эти идолов сегодня у нас очень много. И их можно сегодня разоблачить как? Увидел на что положил надежду и отказался от надежды на Бога. Знаешь, что ты твой идол? Это то, что стало впереди Бога. На что ты надеешься? Это может быть сила, это может быть разум, это может быть широкие плечи в министерстве, это может быть защита каких-то силовых структур, это много что может быть, но это не совсем то, на что надо надеяться. Потому сегодня Бог напоминает нам, что мы были честные, искренние перед Богом и не упали в виду служения, потому что написано «Тогда обратятся вспять и великим стыдом покроются, потому что увидят, что все обнищали в одно мгновение, в одно мгновение ничего не стало. Говорящие истуканам мы наши Боги». Слушайте глухие, это 18 стих. «И смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как и вестник мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа». Вот интересное выражение. Почему? Кто говорит так слеп? Получается, вот с этой точки зрения, мы самые слепые. И надо обратить внимание, почему? Я не думаю, что самые-самые слепые. Здесь вопрос в чем? Бог знает в силу Его общения с нами, какими мы можем быть и какие мы есть. Он не сравнивает нас с людьми мира, вот с этой точки зрения, по образованию нашему, а потому, что Он говорил, что открывал, и на что мы не обратили внимание. То есть ли, которому не говорили, Он не знает. Это один уровень. А тому, кому сказали и не знает. Один не знает, и другой не знает. Но скажите, кто тогда более слепой? Тот, который вообще не мог знать, и который мог знать, но не знает, и не видит. Тот, который мог видеть и не видит, он более слепой. Кто так слеп, как раб мой? Вот мы иногда блуждаем в трех соснах, как сегодня говорят. По той простой причине, что не всегда вот это слово Господне, оно является мазью для наших глаз, чтобы видеть. У нас есть свои мнения, свои взгляды, свой аналитический ум, и до некоторых пределов аналитики точно угадывают, что будет. Но когда дело касается планов Божьих, а они очень часто совсем не совпадают с планами политиков, с планами других людей, тогда вот эти расчеты проваливаются, не понимают, как это получилось так. Вот уже точно было назначено, все сделано так, как надо, двух раз, развалилось все. И не понимают, почему. По-человечески правильно рассчитали. А то, что Бог все это разрушил, вот этого не учли. Вот этого не учли. И сегодня я читаю о нашем последнем времени, вы знаете, все очень идет, падает, очень сильно падает. И кто читал, кажется, комсомольскую правду, там была такая статья, на земле наступает безбожная эра. Помните, там аналитики анализируются и говорят, соцопрос провели, в отношении к Богу говорят, люди отказываются от Бога. и вот пройдет столько-то столько времени и значит безбожная эра будет. И они правильно рассчитали все, правильно, но они не учли чего, что для этого безбожия отведено будет три с половиной года, а там Бог все разрушит и поставит все на свое место. И будет не безбожная эра, а наоборот, земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. И все люди будут знать Господа. Это будет царство блаженство, шелетнее царство. Вы меня понимаете, что я сравнил? Я беру то, что Господь говорит. Я знаю, что так будет. Люди сегодня анализируют, что происходит и тоже правильно говорят, что если так все продлится, безбожная эра будет. Люди забудут о Боге. И недавно позвонил мне один брат с Америки где-то дня три назад и сказал, что многие христианские церкви Америки стали хри-сламскими, о чем объявили публично. Хри-слам. Хри-слам. Христиане и ислам соединились вместе. И вместе уже у них церквах вместе Библии лежит ислам. Вы когда-нибудь думали, что такое может быть? Никогда. Никогда. И как это можно, я не понимаю. Если сегодня в исламских странах убивают христиан, вы помните, что такая статья была в газете? Ты христианин? Вопрос стоит. Тогда умри. И в то же самое время хри-сламские церкви появились. Не знаю, сколько в процентном отношении он мне обещал прислать конкретно эту статью конкретно подтверждающую о том, что это так. Вот что сегодня происходит. Вот почему я говорю сегодня. Кто так слеп как раб мой? Вот люди смотрят своим зрением и они правильно анализируют, но они не учитывают, что все-таки командуют всем Господь. И придет время, поставится последняя точка, скажет довольна тому, что он беззаконий и будет судить мир и все поставить на свое место. поэтому никогда на земле не наступит безбожная эра. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Я не хотел сказать, что люди глупые, что те, которые просто ничего не понимают, но они просто не учитывают, что все на земле не бесконтрольно. Есть контроль определенный, есть границы определенные. И Писание говорит так в книге Иова. Он назначил песок границею морю и сказал до сели дойдешь, а дальше не перейдешь. И здесь конец надменным волнам твоим. Вот пожалуйста. Он сказал вот здесь преграда, вот песок и вот он останавливает, вот граница твоя, ты дальше не перейдешь. Поэтому мы должны благодарить Господа за то, что все на земле не бесконтрольно и будет время. И я просто еще раз повторю, почему Господь это допустит. Ну конечно, не на все вопросы отвечу, только на некоторые, чтобы люди могли оценить, от чего их Господь избавил. Нас. Вы помните это время великой скорби. Это кажется 8 или 9 глава Откровения. Там написано, что люди будут искать смерти и не найдут ее, ибо смерть убежит от них. И поэтому Господь допустил смерть, чтобы люди могли в течение короткого периода жизни примириться с Господом, осветиться, очиститься, приготовиться к вечности. А если бы этого не произошло, вот у людей на земле была бы такая жизнь, какая будет во время великой скорби. И это увидят. И неверующие узнают, что они потеряли, и верующие, что они приобрели. Вот этим. И потому уже тогда вот это суровое наказание, возьмите за грех смерть, не кажется уже и суровым, не кажется уже и жестоким. Иногда просто вопрос задавали такой, говорят, как как это так Бог так жестоко один раз Адам согрешил, его выгнал из рая. Правильно, он его выгнал, чтобы он не вкушил от дерева жизни и не стал жить вечно. Это была жизнь, как жизнь дьявола во время скорби. Вот какая была бы жизнь. И Господь это покажет все. И конечно, по судиться и что будет с народами. Слушайте глухие и смотрите шлепые. Еще раз перечитываю, чтобы видеть, кто так шлеп, как раб мой и глух, как вестник мною посланный. Кто так шлеп, как возлюбленный, так шлеп, как раб Господа. В чем еще слушать этих слов? Мы очень часто не учимся на жизненных примерах, которые Бог дает нам в нашей личной жизни. И остаемся шлепые. Я помню, когда-то, я просто напомню, когда одна из сестер очень сильно заболела. Очень сильно. Потом прошло время, Господь восстановил, но потом сказал, чтобы эта болезнь не достигла цели. Она просто не отметила у себя, зачем она была послана. Вы поняли меня хорошо? слепой оказалось. Потому что пример, который Бог дал, или ситуация жизненная не поменяла сердце. А Бог это сделал, чтобы человек подумал. а почему это так? А почему не по-другому? А для чего это? Говорит, и даже Господь говорит так, ты видел многое, но не замечал. Вот улавливается разницу, видел, но не замечал. Вот я часто, когда прихожу в магазин, я вижу, но не замечаю. И света иногда спрашивает, а там вот то и то было, говорю, не знаю. Ну ты ж был в магазине. Ну я пошел, взял то, что надо, остальное мне рассматривать. Я просто глазами проглядел. Я видел, видел витрины, я шел рядом. Ну я видел, но я не замечал. Мне это не надо было. Вы сейчас меня поняли? Вот в жизни происходит событие, мы видим, но мы не замечаем. Вы часто идете по улице, видите людей, но вы их видите, но не замечаете. Вы с ними не сталкиваетесь, вы их обходите. Но часто бывают это знакомые, они вынуждены вас назвать по имени, поздороваться с вами, потому что вы с ними не столкнулись, вы их обошли. Часть значит вашего аппарата работала, но чтобы заметить, что знакомые вы не заметили, видели, но не замечали. Вот это наша беда в нашей жизни, что мы оказываемся слепыми. Ты видел, Бог хотел открыть, Бог хотел показать, но ты смотрел, но не замечал, не думал, не рассматривал, что это такое. И потому оно осталось как бы бесполезным. Я часто повторяю то местописание, которое мы тоже читали. Кажется, у Исаии тоже было. Что говорит, раздувальный мех обгорел, свинец истрел от огня, а злые не делились, плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. Почему? Видел, но не замечал. Я очень хочу, чтобы мы замечали, не просто видели, не просто слышали. И согласитесь со мной, мы часто слышим, но тоже не замечаем. Прослушали, и оно мимо ушей пролетело, но не обратили на это внимание, что Бог говорил нам. Я имею в виду не только человеческие обстоятельства, но я имею в виду и голосом, когда Бог говорит словами. Ведь часто мы слушаем проповеди, но мы не замечаем. И это наша беда. и потом остаемся слепыми и глухими. Шлепые и глухие. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. И дальше 21 стих, он тоже очень важный. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Вы знаете, что такое правда Божия? Послание к Крымлинам написано. Правда Божия это спасение по вере, независимо от дел. Это правда Божия. Что Бог дарует нам спасение, независимо от того, какие дела у нас были в прошлом. Конечно, есть условия. Есть условия. Какое условие? должны признать себя грешниками и покаяться у них, попросить прощения. И иначе голговская жертва не будет работать. Если мы не признаем себя грешниками, не каемся, тогда голговская жертва не для нас. Поэтому сегодня множество людей погибает, несмотря на то, что Господь умер за грехи всего мира. Так написано. Умер за грехи всего мира. Но многие погибают. Почему? Они не хотят через покаяние сложить свое бремя у подножия голговского креста. И погибают поэтому. А спасение дается очень просто. Без всяких дел, не за дела, не за характер хороший. Самым скверным характером можно получить спасение. Но уже дальше мы не можем жить, когда получили спасение так, как жили раньше. Уже надо ходить в этом спасении. Потому что Писание говорит, чтобы нам и одетым не казаться какими? Нагими. Чтобы нам и одетым не казаться нагими. Там и здесь же другой вопрос. Поэтому я еще раз напомню, не для тех, кто уже в сегодняшний день долгое время является верующим, кто знает, что для тех, кто делает первые шаги спасение дается не за святость нашу, не за чистоту нашу, а по вере в голгустскую жертву Иисуса Христа. И когда мы приходим к Господу, кровь Христа омывает все грехи наши, какие бы они страшные не были, она имеет силу огромную, чтобы смывать всякий грех. И когда омываемся кровью Христа, Бог меняет нам свою праведность. А эта праведность стопроцентная. Эта праведность устраивает Отца Небесного. Но когда уже Господь это нам менял, то будь добрый, живи по вере и не греши. Если же мы падаем опять, мы опять идем к Господу, просим прощения, Господь прощает нас, кровь Христа омывает нас, и мы опять получаем праведность, уменяет нам Господь свою праведность. Но только тогда, когда Господь видит, что мы скорбим, а что она потеряна была, что мы плачем, что огорчили Господа. Если мы это делаем равнодушно, если безразличны, никогда ничего нам меняться не будет. Вот это мы должны запомнить хорошо. Но для того, чтобы спасти человечество, вот по правде Господней, правда Божия, Господь сначала дал закон, чтобы люди увидели, что они не могут жить честное и свято, не могут исполнить. Ведь если Бог дал закон, то можно жить и закон исполнивши. Исполняй заповеди и будешь жить. Но кто их исполнил? Никто, кроме Иисуса Христа. Все люди, даже самые великие, самые знаменитые библейские личности, они вне Христа не могли и не могут иметь спасения. Потому что вне голгофской жертвы, вне пролитой крови Христа нет спасения. Поэтому я обращаюсь на это внимание. Но для чего? Чтобы люди не говорили, а как мы могли спастись? Мы же не знали, что Господь дал закон. Вот знайте и исполняйте. И я думаю, что Он дал такой закон, который человеку возможно было бы исполнить. Но Бог на долгое время дал закон «Исполняйте». И никто не мог его исполнить. И если никто не мог его исполнить, Господь послал в мир своего Сына Единородного, который, как написано, родился жены, подчинился закону и исполнил за нас закон. А нам дал учение, как и написано, устранил закон заповедей учением. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы наше сердце было благодарно, что мы спащены именно по правде Божией. Не за дела наши, не за поступки наши, а даром, ни за что. Но по вере в Голгофскую жертву Иисуса Христа. Мы о ней еще будем говорить более подробно, когда будем проходить 53 главу Днепрока Исаии. Это очень интересная глава. Она говорит о Голгофской жертве во всех ее аспектах. Голгофская жертва состоит из страданий, проличия крови Христовой и смерти Христовой. Мы говорим Голгофская жертва. Это общее понятие. А в самом деле там страдания были, кровь пролитая и смерть. И все это должно было быть. Если бы только страдания, тогда напрасно Христос кровь проливал и напрасно умирал. Если только дошло бы страдание и пролитие крови, тогда Он напрасно умирал. Зачем что-то делать надо было. Но надо было и одно, и другое, и третье. Мы оправданы Голгофской жертвой во всех трех ее аспектах. Мы об этом будем говорить более подробно. 20 стих. Еще раз перечитаю. Ты видел многое, но не замечал. Вот еще раз обращаю внимание. А что толку, что видел многое, но не замечал? Что толку с этого? Ты видел многое, но не замечал? Уши были открыты, но не слышал. Но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. закон. Закон чист, свят и заповедь чиста и свята. Но все дело в том, что находясь в этой плоти, где грех живет, человек не мог его исполнить. А когда не мог исполнить, признал свою немощь в этом, Господь показал это, что мы больше не говорили, что мы не знали, мы не видели, или мы не слышали, то вот вам пожалуйста время, вот будут жить большие люди на земле и ни один из них не сможет спасти сам по себе без Бога. И Бог сначала прославил закон, а потом показал свою правду. И эту правду было принято, потому что оказалось невозможно спасти через закон. И таким образом Господь совершил свою работу. Ну дальше. 22 стих. Но это народ разоренный, и разграблены. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит отдай назад. Вот в каком состоянии Бог увидел человечество. Но это народ разоренный. И здесь разорение касается не не имущество физического, а касается духовного человека. Полностью разорона совесть, мораль, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но это народ разоренный и разграбленный. Все связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Что такое связаны в подземельях? Связанный человек, а он в подземелье, и я не знаю, чем он связанный. А потому и не могу развязать его. И дальше и сокрыты в темницах, понимая, что человек находится во мраке, что-то ему мешает, и не знаешь, что его связывает, в чем оно сокрыто все. А вы знаете, что очень трудно помочь человеку, о котором не знаешь, в чем он нуждается. И сам он иногда не знает, что связаны. Он же слепой. Вот сегодня люди, которые грешат, вы думаете, что они называют себя связанными? Они говорят, мы свободные, мы делаем то, что хотим, это вы не свободные, вам то нельзя, то нельзя, то нельзя, а мы свободные. А я понимаю, что свободный тот, кто свободен от греха, у кого совесть чистая, он свободен, а кто грешит, да какой он свободен? Ну допустим, ворует, ну хочу ворую, да как же он свободен, когда боится, что его не поймали. Ну какой свободен? И вся беда в том, что люди думают, что они свободны, а на самом деле они не свободны, и не понимают, в чем эта свобода заключается. И сегодня дьявол сделал такую работу, что разврат, вседозволенность считается свободой. А на самом деле это плен, и что какой глубокий плен? и дальше люди заходят именно в этот плен. И здесь Писание говорит так, но это народ разоренный, то есть Господь дает характеристику людям, которые не знают его. Ну, а в данном случае израильцам как отступникам, которые могли бы знать, но они пошли, шли своих похотей, шли своих желаний и не стали похожи на народ господин. Но это народ разоренный, разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей и нет избавителя, ограбленный и никто не говорит отдай назад. Наоборот говорят, не то что отдай назад, а наоборот говорят, ты наоборот правильно живешь, бери от жизни все что можно. Жизнь дается один раз, наоборот утверждают в обратном, что Библия советует и утверждает. Поэтому и никто не говорит отдай назад. Второй вариант этого текста немножко другой. Я значит вижу с человеком проблема, но он связан тайно, подземелье какое-то, чемница. И я не знаю кому сказать отдай назад. Вы меня понимаете, что я говорю? Вот я задаю вопросы. Кто ты? Сейчас напомню один вопрос. Я хочу знать, кому сказать отдай назад. Я напоминал не один раз. Это одна еще черная приема приходила. ну и сразу заметил, что она не свободная. Ну и когда приказал во имя Иисуса Христа дух говорящего на языках отвечает кто ты? Он отвечает таким голосом Анатоль Я Дух Святой Знаете так уже не знаю Наверное и Бог так не может условно не может Но я знаю что Дух Святой не отвечает Я говорю ты лжец Отвечай каким? Да я лжец Я дух родового проклятия Лжец я дух родового проклятия Я знаю кому говорить отдай назад Во имя Иисуса Христа дух родового проклятия Вый Дион Вы понимаете что я Иисуса И никто не может сказать Отдай назад Не знает у кого вырывать Поэтому я очень хотел бы чтобы в сегодняшний день Я вас не пугаю этими случаями Это реальность Страшно это или не страшно Это не важно Но это еще не происходит в жизни Поэтому когда мы имеем дело с Господом Когда есть та необходимая власть То мы будем знать Из их рук вырывать надо Кому сказать Отдай назад Поэтому в наше время уже истекло Обе 7 минут 9 Пусть Господь нас благословит Пусть эти слова останутся в нашем сердце и памяти И пусть милость Господь Господь с нами и в дальнейшее время Аминь м и м м м м м м м